В целях сдерживания распространения коронавирусной инфекции в Нинницком округе с 15 октября вновь вводится режим обязательной 14-дневной самоизоляции для всех граждан, прибывающих в регион с территорий других субъектов. Как и ранее, соблюдение самоизоляции в течение двух недель может быть отменено при наличии справки с отрицательным анализом на коронавирус по результатам ПЦР-тестирования, проведенного не более чем за три дня до прибытия в округ. По прилету в округ пассажирам, у которых не будет справки об отсутствии COVID-19, будут вручать выдержку из постановления губернатора НАО 20ПГ и уведомления об ознакомлении. В регионе продолжается вакцинация населения от вирусного заболевания гриппа. Прививки могут сделать все желающие в поликлиниках и окружной больнице по месту жительства. Детей, посещающих образовательное учреждение, прививают организованно по месту учебы. Привиться также можно и по месту работы. Для этого необходимо составить список сотрудников и направить в медучреждение, оговорив заранее удобное время для вакцинации. Так как вакцина выращена на основе куриного белка, перед процедурой медсестра выясняет, есть ли аллергические реакции у человека, а также измеряет температуру. В случае плохого самочувствия лучше отложить вакцинацию на две недели. Вакцинация в поликлиниках производится после осмотра врача-терапевта или фельдшера в прививочном кабинете. При этом предварительно записаться на прием не нужно. Посещение кабинета в порядке живой очереди с собой обязательно нужно иметь паспорт. С 1 октября время работы изменилось. Теперь оно следующее. Прививочный кабинет во взрослой поликлинике Неницкой окружной больницы. В понедельник, вторник с 13.00 до 18.00. В среду с 10.00 до 16.00. В четверг с 14.00 до 19.00. В пятницу с 8.00 до 14.00. В детской поликлинике по предварительной записи через участкового педиатра. В поликлинике поселка Искателей с понедельника по пятницу с 8.00 до 19.00. В четверг детский день. В Неницком округе учащиеся пятых и одиннадцатых классов школу номер один ушли на досрочные каникулы из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ среди сотрудников учреждения. В настоящее время 17 учителей школы находятся на больничном. В целях предотвращения дальнейшего распространения ОРВИ было принято решение провести досрочные каникулы с 13.00 по 18.00 октября включительно для учащихся с 5.00 по 11.00 классы. Школьники с 1.00 по 4.00 классы продолжают обучение в прежнем режиме. Стоит отметить, что среди учеников школы заболеваемость ОРВИ не превышает норму. В остальных образовательных учреждениях порогового превышения сезонных заболеваний среди педагогов нет. Школа продолжает учебный процесс в штатном режиме. Новые правила охоты, которые вступят в силу с 1 января 2021 года, ущемляют права местных жителей, которые не являются представителями КМНС. В частности, в общедоступных охотничьих угодьях округа запрещается любительская и спортивная охота на водоплавающую дичь на расстоянии до 15 км вглубь материка от установленной береговой линии морей Северного Ледовитого океана. В округе в эти пределы попадают более 10 населенных пунктов. Среди них Шойна, Чижа, Несь, Напа, Белушьи, Воланга, Индига, Амдерма, Оська, Ракия и другие. Проект новых правил охоты был размещен Министерством природных ресурсов и экологии России на сайте для общественных обсуждений. Они закончились 18 мая 2020 года. При этом, как сообщили в окружном ведомстве, документ перед процедурой общественных слушаний не направлялся в субъекты для рассмотрения, сбора замечаний и предложений и не был согласован с органами государственной власти регионов, уполномоченными в области охоты. Глава региона поручил профильному департаменту вмешаться в ситуацию и добиться положительного решения Минприроды в пользу местных жителей. К решению проблемы подключился и депутат Государственной думы от Ниницкого округа Сергей Коткин. По его словам, в Минприроды заверили представители региона, что до конца года вопрос будет решен, и новые правила внесут поправки и разрешающие охотиться в 15-километровой зоне не только представителям КМНС и профессиональным охотникам, но и всем жителям сел. Компенсировать затраты на предупреждение распространения коронавирусной инфекции окружные предприятия и организации могут за счет средств Фонда социального страхования в рамках программы по сокращению производственного травматизма. Программа включает в себя целый комплекс мер, в том числе приобретение защитных средств и прохождение медосмотров сотрудниками. Согласно законодательству, подать заявки на участие в программе нужно было до 1 октября. На возмещение затрат, связанных с производственным травматизмом, в Фонд социального страхования Ниницкого округа обратились 77 организаций. 27 из них подали заявки на финансовое обеспечение в связи с профилактикой распространения коронавирусной инфекции. Оформить разрешение на оружие или получить удостоверение частного охранника в Наринмаре теперь можно только через интернет. В связи с эпидемиологической обстановкой в Ниницком округе государственные услуги Росгвардии предоставляются исключительно в электронном виде и по предварительной записи. По понедельникам, вторникам и четвергам с 10 до 17.45 можно записаться по телефону для справок 4-69-60. Посетителям рекомендуется иметь при себе средства защиты органов дыхания – это маски или респираторы, а также перчатки. В Росгвардии предлагают воспользоваться преимуществами интернет-портала госуслуги. Тем, у кого нет доступа к интернету, окажут помощь по телефону 4-69-60. Традиционный конкурс на звание народного участкового стартовал 11 сентября по всей России. В настоящее время к нему могут подключиться и жители Ниницкого округа, выбрав из трех претендентов на это звание лучшего. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию лучшего участкового полномочного полиции и проголосовать за него. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосованием. Лучших участковых выберут непосредственно те, чьи покои они охраняют. Конкурс «Народный участковый» – это пример открытого партнерского взаимодействия органов внутренних дел и общества в оценке работы сотрудников одной из самых важных полицейских профессий. Данная акция призвана способствовать повышению уровня доверия населения к сотрудникам полиции, престижа службы и формировании позитивного общественного мнения о деятельности участковых уполномоченных полиции. До конца октября в сельские поселения Неницкого округа доставят модульные фельдшерские здравпункты. Закупка и установка производятся в рамках нацпроекта здравоохранения. Новые фельдшерские здравпункты появятся в поселках Ваучейский, Бугрино, Амдерма, Хангури, Варник и деревнях Щелина, Чижа, Верхняя Пёша, Волоковая, Анди, Каменка, Лабожская. Кроме установки, согласно техническому заданию, все здравпункты подрядчики должны обеспечить пандусами, выполнить устройство тротуаров и металлического ограждения по периметру с воротами и калиткой, а также площадки для размещения контейнеров ТБО. Финансирование контрактов осуществляется из федерального и окружного бюджетов. Последний сборный модуль для поселка Бугрино отправился из Архангельска в середине октября. Школьники из Ненецкого округа могут отправиться на Северный полюс. Радиостанция «Эхо Москвы» при поддержке госкорпорации «Росатом» объявила литературный конкурс «Открывая Арктику». Участие в нем могут принять ученики с 7 по 10 классы. Для этого ребятам нужно написать прозаическое или поэтическое произведение на одноименную тему. Это может быть новелла, рассказ, очерк, журналистское исследование, эссе или стихи. Объем произведения не больше 7 тысяч знаков для прозы. Поэтому рекомендуют уложиться в объем страницы формата А4. Срок подачи работ до 16 октября. Свои творческие проекты юные литераторы должны отправить в электронном виде на электронную почту. В графе «Тема» необходимо сделать пометку «Открывая Арктику», а в самом письме указать имя и фамилию участника, возраст, название произведения, электронный адрес и номинацию, проза или поэзия, а также прикрепить файл с работой. В названии файла необходимо указать имя участника и название произведения. Авторы двух лучших произведений в заявленных номинациях будут приглашены в эфир радиостанции «Эхо Москвы», который состоится не позднее 24 октября. Также они получат приглашение стать участниками просветительского проекта «Экспедиция на ледоколе знаний». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова